Сегодня в Чебоксарах начала свою работу традиционная межрегиональная выставка «Картофель-2016». Этот форум стал главной площадкой в стране для диалога и налаживания контактов в сфере картофелеводства. О последних тенденциях этой отрасли специалисты говорили на круглых столах. На стендах гостям презентовали новинки селекции и современные разработки. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Фермеры, представители научных институтов, поставщики семенного материала и техники. В этом году на выставку «Картофеля» приехали представители более чем 20 регионов. Многие гости говорят, что Чебоксарский отраслевой форум не имеет аналогов в стране. Это межрегиональная выставка, вы знаете, проводится уже на территории Чувашской Республики восьмой раз. Раньше данная выставка проводилась в столице нашей Российской Федерации в городе Москве. И практически мы после того, как там перестали проводить, перетянули инициативу в сторону Поволжья и на территории Чувашской Республики ежегодно данная уже традиционная межрегиональная выставка проводится. Самое главное, я хочу подчеркнуть, выставка востребована земледельцами, производителями картофеля, потребителями картофеля. Устойчивый к морозам мини-клубни, картофель, из которого возможно произвести только чипсы. Селекционеры страны разработали огромное количество сортов второго хлеба. За новинками ученых в хозяйствах республики следят постоянно, делаю ставку на качественный и высокий урожай. Он сорт для такого, больше салатного типа. А разваристые сорта, это вот как Наташа, как Ороза, Лабелла, Феллакс, утрайний картофель, то есть 50-60 дней, то есть на рынок можно выйти вот с таким гладким, хорошим картофелем. А объемы какие вообще по производству? У нас почти тысячи гектаров картофеля. Мы создаем отечественный фонд семенного картофеля, используем новые современные ДНК-технологии, геномную селекцию. Это позволяет создать сорта с высокой адаптивностью, высокоурожайные, устойчивые к различным патогенам. Только в прошлом году чувашские аграрии собрали более 700 тысяч тонн картофеля. Подсчитано, что чувашия может обеспечить вторым хлебом почти 6 миллионов человек. По рейтингу производителей Чувашская республика держится в хорошей стабильной середине. И есть потенциал, мы видели и знакомы с деятельностью хозяйства слава картофеля. Они держат хорошую марку, хороший тренд. Но самое главное, нужно формировать национальный тренд, национальный продукт. Вторым хлебом чувашия обеспечивает не только местные рынки. Произведенные в республике картофель реализуют в других регионах и Москве. Для аграриев сейчас открываются и новые перспективы. Мы сегодня настраиваем своих сельхозтоваропроизводителей разных форм собственности на экспорт. Понятно, каждое личное подсобное хозяйство, каждое крестьянское фермерское хозяйство не может. Крупные сельхозяйственные организации, которые по объемам производят несколько тысяч тонн, несколько десятков тысяч тонн, они сегодня должны выходить за пределами Российской Федерации. Тогда можно сказать, миллион тонн произведя, полтора миллиона тонн произведя картофель, мы будем продавая, зарабатывать прибыль. Сейчас на первый план выходят вопросы хранения овощей. В этом году в республике планируют построить еще 11 картофелехранилищ. Это позволит продавать урожай до весны по более высоким ценам, чем в осенний сезон. Для того, чтобы чувашские фермеры могли продавать свою продукцию без посредников в районах республики, открывают ярмарки выходного дня. Каждый год семяной картофель реализуют и в рамках этой выставки. В торговом зале настоящий ажиотаж. Покупатели привлекают низкие цены и бесплатная доставка овощей. Картофель хороший, во-первых. Продавцы тоже хорошие, отлично обслуживают. Очень все удобно, устраивает все. Каждый раз приезжаем. Продавать семяной картофель на выставке планируют на протяжении двух дней. Предприниматели намерены заключить выгодные контракты. Прошлые годы в рамках картофельного форума было подписано договоров на сумму более полутора миллиардов рублей. Дмитрий Ковалев, Россия Мухаммедов, Республика.